Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пять уголовных дел. В крае выявили несколько автомобилей с поддельными номерами. Мешает проезжим, прохожим и даже голубям. Почему жители Барнаульского двора вот уже больше 10 лет не могут победить большую лужу? Крышечный домик или дача, которую украсили необычной мозаикой из бутылочных пробок. В этом году урожай в Алтайском крае будет не меньше, чем в прошлые годы, заявил губернатор Виктор Томенко. Он отметил, свекловоды региона накопали почти 1,3 млн тонн свеклы. Правда, ее качество из-за меньшего содержания сахара и большого объема воды чуть хуже прошлого года. Однако собранный урожай обеспечит полную загрузку Черемновского сахарного завода до конца марта следующего года. Продолжается уборка технических культур предприятиями в Топчихинском районе. Несмотря на все погодные условия, урожай можно считать достойным, подчеркнул Виктор Томенко. В этом году все мы прекрасно знаем. К сожалению, погода сыграла вообще против нас во все моменты, когда нужно было одно. Нужно было тепло, были дожди, нужно было наоборот влаги, значит, наоборот была засуха. Вся весна и весь июнь получились засушливые очень. Пришлось здесь нам по итогу, здесь в августе принимать решение вводить режим чрезвычайной ситуации. Значит, сентябрь тоже, ну, 6-7 дней буквально было для уборки. И сейчас, пользуясь погодой, наши сельхозтоваропроизводители догоняют эту ситуацию. Таких погодных условий не было с 1992 года. Между тем, на сегодня в регионе собрано больше 4 миллионов тонн зерна. На четверть убран подсолнечник, порядка 230 тысяч тонн. Собрано две трети урожая гречихи, около 540 тысяч тонн. Уборка урожая продолжается. Сотрудники полиции задержали несколько похищенных машин на территории Алтайского края. Правоохранители поделились итогами операции «Автомобиль», которая проходила в регионе с 9 по 13 октября. Только в один из дней сотрудники остановили водителей сразу трех автомобилей, которые ранее были похищены в Томске. А, например, в Бийске мужчина предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства с признаками подделки. Заведомо подложными регистрационными знаками был остановлен автомобиль в Первомайском районе. Это лишь часть инцидентов, по которым идут дальнейшие разбирательства. Всего в период операции на территории края возбуждено 5 уголовных дел, раскрыто 8 преступлений. Наш следующий сюжет о не совсем обычной проблеме. Мега-лужи, или, как по-другому называют ее местные жители, болоте внутри двора. Люди жалуются, что оно вот уже больше 10 лет мешает и проезжим, и прохожим, и даже голубям. Смотрим, что же это за лужа такая, от которой страдают и люди, и птицы. Вот эта лужа стоит уже где-то больше 10 лет находится эта лужа. Большая лужа красуется посреди двора на Солнечной поляне 5, корпус 1, круглый год. Летом она не высыхает, а зимой превращается в каток. Мои окна вот на третьем этаже выходят как раз напротив лужи. Я летом не могу открыть окно даже, потому что весь запах, вся вот эта вот ввозь, вся идет в мою квартиру. Она начинает свисти к осени, то есть ребятишки в ней летом, не знаю, купаются, кошки пьют, голуби, помирают. То есть, я не знаю, ну тут и запах, я не знаю, запах, ну тины какой-то, ну пропастины. Я не знаю, как правильно даже это слово сказать, извините за мой французский. Кстати, смертность голубей во дворе в этом году, констатировали жители, превысила все предыдущие годы и исчислялась десятками птиц. Голуби болеют, падают, умирают. Тушек вот этих вот голубей полным-полно. Голуби садятся, инфекционные, садятся в лужу, пьют и плескаются в этой воде, потом в эту же воду идут дети. Детям негде играть, состояние детской площадки плачевное, жалуются жильцы. А лужа – результат вот, который стекают в низину со всех соседних дворов, которые находятся на уровень выше. Тут раньше был детский сад, потом детский сад, была стоянка какая-то, а потом опять сделали детский сад. И когда они все вот это прокладывали, я не знаю, как это правильно называется, слива нету. То есть, которая вода стекает сюда, там слив, они отчитали, что они его сделали, но его просто нет. Поэтому вода здесь всегда стоит. И садик жалуются, садик тоже обращались в прокуратуру. Когда сейчас пойдут дожди, осень, весной, все это растекется, лужа заходит даже в садик детский. Кстати, вода заходит не только в садик, но и доходит до жилого подъезда. За столько лет борьбы жители уже отчаялись. Писали мы, я писала Томенко, я писала, ходила в ЖКХ, ходила к депутату. А что говорят? Говорят, что вот эта вот земля-то ваша, и мы должны как бы всю лужу сами убирать. Я понимаю, мы это выбрали, мы здесь живем, оплачиваем. Но вот этот натюрморт нам не нужен. Это стыдно, понимаете, очень стыдно. Мы направили официальный запрос в администрацию города Барнаула и продолжим следить за этой темой. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Более 40 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике. Среди них муниципальные служащие, депутаты, общественники, работники управляющих компаний, предприниматели, студенты и активисты. Они убирали листья, ветки и мусор во всех районах города. Кто проявил большую заинтересованность в очистке территории, расскажем далее. Уборка территорий весной и осенью для жителей Барнаула уже традиция, продолжающаяся десятки лет. Притом во время общегородского субботника не только выметают мусор, чистят территории, но и по уже сложившейся традиции высаживают новые деревья. В этом году чуть менее тысячи деревьев всего высаживаем. Это разные программы и в рамках строительства дорог, это и текущее содержание зеленых насаждений, наше бюджетное учреждение благоустройства озеленения. В прошлом году чуть более тысячи деревьев высадили. Барнаульцы стремятся сделать город чище, комфортнее и уютнее. Приводят в порядок общественные территории, парки, скверы, зеленые зоны, дворы и придомовые территории. Я хочу сказать и поблагодарить жителей города Барнаула, что они очень активно принимают участие по очистке своего города. Кто, как не они, должны быть впереди. Они главные хозяева этого города, мы здесь живем. При наведении порядка уделяют особое внимание историческим памятникам, общественным местам, зеленым зонам. Например, территорию у танка Т-34 ежегодно расчищают студенты и волонтеры. Говорят, общее дело сплачивает. Пошли многие, не пошло только двое человек, они на больничном на данный момент. Остальные все здесь, все замотивированы. Разделились на группы конкретные, где-то там работают, кто-то здесь. Все помогают друг другу, работают в команде, можно сказать. По словам организаторов, такая сплоченность сопровождает все последние субботники. Много добровольцев. И оказывается, поработав на субботнике, можно получить баллы, которые помогут поступить в БУС на бюджетное место или зарекомендовать себя перед работодателем. На субботнике они также регистрируются через портал добровольчества, если они зарегистрированы и заведены как добровольцы. Соответственно, там на портале из-за участия в акциях им добавляются баллы. А вот для предпринимателей своя мотивация участвовать в субботнике. Они понимают, что рядом с местом продажи должно быть чисто, никакого мусора. Ну, люди идут покупать, кому надо, он покупает. Но, естественно, создавать надо вокруг себя уют. И в уют, в чистоту будут эти люди. В общегородском субботнике приняли участие студенты, муниципальные служащие, сотрудники предприятия, активисты и рядовые горожане. По предварительным подсчетам на мероприятии собралось порядка 40 тысяч горожан. Чтобы вывезти весь мусор, понадобится более 100 единиц техники. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Демонстрационные манекены и бюсты, мультимедийное оборудование, мебель для экспонатов. Все это теперь будет радовать посетителей Новоалтайского краеведческого музея. По проекту «Национальная культура» на оснащение учреждения выделили больше 4 миллионов рублей. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Новенькое интерактивное оборудование, мультимедийная панель и стол для демонстрации тематических сюжетов и виртуальных выставок. Все эти новшества теперь красуются в Новоалтайском краеведческом музее и дают больше возможностей для развития. У меня лично, как у директора, давно была уже мысль обновить хотя бы экспозиционно-выставочную мебель. Потому что мы экспонировали сменные выставки, но у нас просто были самодельные подиумы. Мы застилали их чистым материалом и экспонировали там. Вот теперь, конечно, все современное. Теперь мы это все выбросили, убрали то, что у нас было самодельное. Теперь в музее есть современная оргтехника, оборудование для регулировки температуры и уровня влаги, демонстрационные манекены и бюсты, а экспозиционно-выставочную мебель изготовили специально на заказ. Техническое переоснащение музея удалось осуществить благодаря нацпроекту «Культура». На это из федерального бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Каждый музей в зависимости от истории своего города, в зависимости от своей концепции, подбирает оборудование музейное и, соответственно, интерактивное оборудование. И оно очень изящно, очень гармонично вписывается в структуру залов. И в Новоалтайском краеведческом музее приятно это отметить. То, что оно не фрагментарно, не точечно. На средства городского бюджета, а это более 2 миллионов рублей, сделали косметический ремонт музея, покрасили фасад, заменили сантехнику и электропроводку. Ведь здание 60-х годов постройки. Кстати, музей открыли в 1972 году, в день 30-летия Новоалтайска, но в другом здании. В этом помещении он находится с 2001 года и радует посетителей своими экспонатами. Добавим, сотрудники музея уже подготовили 12 виртуальных выставок, которые можно посмотреть как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Это очень важно на самом деле, поскольку подобные мероприятия позволяют музею значительно разнообразить свою деятельность, привлечь новых посетителей, использовать новые формы своей работы и так далее. Поэтому будем продолжать в этом же направлении. Впереди в этом году у нас еще три открытия. Я думаю, это будет так же замечательно, как это сделано в Новоалтайском музее. В этом году также переоснастят музеи в Рубцовске, Славгороде и Сростках. На это выделили более 20 миллионов рублей. В следующем же году переоснастят музей Город и Гмилику. На это направят порядка 8 миллионов рублей. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Спорт без границ и открытость миру. Международный форум «Россия – спортивная держава» стартовал накануне в Перми. Для нашего региона это событие примечательно прежде всего тем, что Бийская ледовая арена «Прогресс» прозвучала как позитивный пример государственно-частного партнерства в реализации национальных проектов. Эта тема стала одной из центральных на форуме. 50 стран, 5000 участников. В Перми открыли главное событие спортивной отрасли страны – форум «Россия – спортивная держава». Одно из главных достижений спортивной инфраструктуры региона – «Ледовая арена «Прогресс» в Бийске, строительство которой курировало Министерство спорта Алтайского края. Строительство «Ледовой арены» – это историческое событие для города Бийска, потому что традиционно у нас люди занимаются хоккеем, активно занимались хоккеем, но все это, конечно, происходило в зимний период. Теперь для детей, для молодых людей, в принципе, для людей открыта новая ледовая арена, которая востребована, невероятно востребована в городе, и которая функционирует, и люди очень благодарны за строительство такого объекта. Дворец стал первой круглогодичной ареной с искусственным льдом в Наукограде. Объект создавался в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» – национального проекта «Демография» за счет средств федерального, регионального, муниципального и частного бюджетов. В общей сложности строительство «Прогресса» обошлось более чем в полмиллиарда рублей. За эти деньги город получил современную ледовую площадку мирового стандарта. На сегодняшний день здесь выполнено все из современных материалов, оборудование, все по современным технологиям поставлено, машины ледозаливочные на аккумуляторах американского производства, разработки. Также используют систему вентиляции «Корс» с начинкой тоже зарубежного. И у нас самое сердце – это непосредственно холодильное оборудование. Холодильное оборудование у нас с бицерами, это германское оборудование. Хоккейное поле, четыре раздевалки с душевыми, медицинский кабинет. На базе ледового дворца уже работают две школы фигурного катания. «Прогресс» и «Сибирский лед» и школа по хоккею. Воспитанник последний, Петр Макроусов, уверенно стоит на льду. Почти четыре года парня возили на тренировки за десятки километров от дома. Теперь он занимается в родном городе. Когда не было вот этого ледового катка, нам приходилось ехать очень далеко. Где-то часа два надо было ехать, чтобы просто потренироваться. А открылся этот каток и все легче стало. Ледовую арену мы ждали очень долго, ждали с нетерпением, ждали все родители нашей команды. Мы следили за событиями, следили за стройкой этой арены, потому что для нас это огромная радость. И для города, наверное, событие, которое, по меньшей мере, ожидаемое в течение последних 30 лет, не меньше. И это решило многие проблемы, конечно. Теперь дети встают попозже, отдыхают побольше, но, соответственно, отдают больше сил тренировкам. Заниматься в прогрессе, кстати, смогут не только хоккеисты. Новый спортивный объект, очевидно, станет местом притяжения горожан. Здесь уютная зона кафе, хореографический и тренажерный залы. В настоящее время город получает от ледовой арены и социальное время на бесплатные тренировки. Сейчас проводится аккредитация ледового дворца в единый реестр Министерства спорта Российской Федерации, то есть который позволяет проводить все российские любые соревнования. Оценили новую арену в Бийске и титулованные спортсмены. Звезда хоккея Вячеслав Фетисов после осмотра прогресса отметил, что ледовая площадка отвечает современным стандартам и закладывает основы будущих спортивных побед. Елена Кузовкина, Евгений Казанцев. День с толком. А в Барнауле на неделе завершился крупнейший турнир среди военнослужащих по армейскому рукопашному бою. Десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики и спецназовцы три дня выясняли отношения на татаме. Об атмосфере и результатах финальных поединков в следующем материале. В холле титулов арены зрители встречают патриотичными песнями. А на главной площадке этапа Кубка вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою татами плотная разминка финалистов. Зрители увидели семь главных поединков этого турнира. Регламент боя четыре минуты чистого времени. Все по законам армейского спорта. Армейский рукопашный бой является военно-прекламным видом спорта. И само собой он зародился в вооруженных силах, развивается в вооруженных силах. И если говорить о том, какое место занимает, то конечно же центральное. Потому что именно рукопашный бой в системе физической подготовки любого военнослужащего занимает одно из центральных мест. Этому уделяется огромное внимание. Проводится занятие по физической подготовке. Одна из тем, это как раз рукопашный бой. Там отрабатывается и борцовская техника, и ударная техника. Конечно же военнослужащим это очень помогает во время проведения определенных специальных задач. Среди участников, а их порядка 70, есть срочники и ветераны боевых действий. Для людей, которые были в горячих точках. Полученные на турнире травмы не помеха для выступлений в финале. В бескомпромиссных и ярких и ударных поединках чаще всего победы одерживали десантники. Именно команда ВДВ забрала ей первое общекомандное место. Теперь ей предстоит принять участие в финале Кубка вооруженных сил России по рукопашному бою, что пройдет в Рязани в конце ноября. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Необычной мозаикой из бутылочных пробок украсили свою дачу супруги из Барнаула. Как решили мастерица Наталья и ее муж Александр начать столь кропотливую работу, расскажет Анна Беляева. Некоторые говорят, делать тебе нечего. А мне нравится. На фасаде дачного домика Натальи и ее супругу красуются более 11 тысяч крышечек от пластиковых бутылок. Женщина говорит, идея родилась спонтанно, но ее сразу же поддержали друзья и знакомые семьи. Люди все крышки несут и несут, несут и несут. Ну, не знаю. Муж не соглашается, говорит, хватит. Меня смущает только одно. То, что мы выложили из стены, это теневая. А если выложить все остальное, на солнце все равно выгорят со временем, к сожалению. Муж Натальи даже придумал технологию облицовки, чтобы облегчить и без того кропотливую работу. Это все делается блоками, чтобы не по одной штуке вставлять. А блоки клеятся на обычный бриточный клей. Сколько его ушло? Ну, мешков 6-7. 6-7 мешков клея и две зимы на создание красочной стены, которая привлекает и соседей, и прохожих. Единственное, не успели доделать, но на будущий год теперь уже. Кстати, подделочного материала у супругов Ерофеевых достаточно. Наша редакция внесла свою лепту. Наталья Михайловна, от нашего телеканала мы вручаем вам крышечки и хотим, чтобы они нашли место на вашей стене. Вот как раз черных мне не хватает, для полного счастья. В планах украсить фасад бани, но это уже следующим летом. И не исключено, что орнамент будет не только из крышечек, ведь глава семейства на все руки мастер. На этом участке во всем чувствуется творческое начало, и даже на огороде чистота и порядок. Анна Беляева, Владислав Ковалев, День с толком. 30 октября стартует межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Золотухина «Исток». В состав жюри в этом году войдут две российские актрисы. Это Анна Багмет и Ирина Линд. Последняя является президентом культурного фонда Валерия Золотухина и мамой сына известного земляка. Участниками фестиваля станут детские театральные коллективы и студии, школьные театры и отдельные юные исполнители из разных районов края. Поэтому не случайно фестиваль проходит во время осенних каникул. А подготовку к главным каникулам года – зимним – уже ведут на уровне края. Центральными мероприятиями по традиции станут губернаторские елки. По словам министра культуры края Елены Безруковой, в Краевом театре драмы и музыкальном театре в МТА и сказке уже практически начались репетиции новогодних спектаклей. Репертуар пока не раскрывают. Однако Елена Безрукова отметила, что он будет интересен не только маленьким зрителям. В некоторых случаях для взрослого зрителя будут подготовлены и программы для взрослых, ну, например, театр драмы. Если на большой сцене будет идти губернаторская елка и спектакль для наших маленьких зрителей, то достаточно интересную пьесу Александра Цыпкина. Я напомню, что это автор, по которому был поставлен спектакль «Интуиция», который является лидером по популярности и посещаемости в нашем театре драмы. На малой сцене будет к Новому году, к новогодней кампании поставлен спектакль еще по одному его произведению. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok